Друзья, всем привет! Всем привет! Сегодня речь пойдет об автоподборе, об отзыве автоподбора на канале у известного блогера. То есть какая получилась ситуация? Известный блогер, все его прекрасно знают, все прекрасно понимают о ком, о чем идет речь. Получил отзыв, да, видео отзыв об автоподборе якобы и выложил у себя на канале, не разобравшись в ситуации. Как все было на самом деле, мы вам расскажем. Еще хочу добавить, что, наверное, человек, известный блогер, наверное, хотел пропиариться за счет других людей. Значит, вокруг все дерьмо, один он хороший, он подбирает машины, обращайтесь только к нему. В общем, как все было? Человек нам скинул ссылочку на автомобиль, это Nissan Days, розовый, красный, все его прекрасно видели. Мы не могли его посмотреть два дня. Почему? Потому что на улице шел дождь. Вот, естественно, в дождь мы машины, ну, не смотрим, если, не знаю, если нас уговорит кто-нибудь посмотреть, и то там приклеить, то да. Данный человек нас уговорил. Вот, есть небольшая вставочка, да, сейчас вы ее услышите. Так, друзья, ну и вот еще небольшая переписочка, да, то, что шел дождь и заказчик знал. Вот, слушайте, пожалуйста. Я смотрю, у вас по погоде вплоть до следующего вторника дожди нарисованы, а вы в дождь вообще машинки не смотрите? Понятно, конечно, что в дождь там толком ничего не увидишь, но все же интересно. Вот, ну и помимо этого еще раз напоминаем, что по телефону тоже мы предупреждали то, что идет дождь. Плюс переписки по WhatsApp, мы с ним общались по телефону. Короче говоря, он был предупрежден, то, что на улице идет такой, как бы, хороший дождь, и досконально полноценный автомобиль не посмотришь. В общем, он настоял, мы пошли, мы пошли его смотреть. И постоянно у нас торопил, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Ну, мы, наверное, поддались на эту, на эти уговоры. Также нас заказчик попросил сфотографировать вот эти колеса, посмотреть их состояние, и он принял решение приобрести эти колеса. Изначально продавец просил за них 7 тысяч, и уже мы разговаривали с продавцом, он купил эти 4 колеса за 5 тысяч рублей. То есть все фотографии, мы сфотографировали эти колеса. Я еще раз повторю, что доставать мы их уже не стали с багажника, потому что шел уже конкретный ливень. То есть, и получив уже автомобиль, заказчик обнаружил, что в одном колесе был какой-то боковой порез. Я даже не знаю, он не предоставлен фотографию. Мы не знаем, что там было с колесом. Он потребовал у нас денег. Говорит, если вы мне возместите все это дело, тогда все мы умнем, утрем, и все будет хорошо. Потребовалось у нас деньги. В случае, если мы ему не заплатим, он о нас оставит плохой отзыв. Вот, ну и опять же, то есть не было предоставлено ничего. То есть человек, он, я не знаю, ну возьми ты, позвони, то есть объясни. Он просто написал по смс, вот такие вы хорошие подборщики, осмотрели, давайте мне возвращайте 2 тысячи рублей за колесо. В общем, смотрите, посмотрели автомобиль полностью, вся информация была предоставлена нашему заказчику, то есть он получил фотографии, каждой детали, замеры, толщина мера по салону, посмотрел все. Единственное, когда мы смотрели машину, то есть дождь, он реально усилился. 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 Вот, поэтому, ну, тут, скажем так, можем признать, да, вот этот свой косяк, то, что мы не залезли как бы туда под сидушечку и не увидели эту ржавчину. Хотя, опять же, с другой стороны, он был предупрежден, сказал, ребята, все, меня все устраивает, я все беру. Далее. Мы не залезли, потому что там лежали колеса, они были изначально уже упакованы. То есть мы к этим колесам не имели никакого отношения, и мы их не подбирали. Это вы сейчас увидите в видео колеса. Да, мы их как бы сдвинули, посмотрели в багажник, что там все нормально. И так как прям начался такой сильный ливень, мы не стали эти колеса доставать из багажника и не подняли, да, ну, вот именно наш косяк, чтобы мы не подняли эту планку, не увидели там какие-то рыжики. И, кстати, про рыжики вот я расскажу, какая история. То есть, да, это неприятный момент, но есть такая штука, называется преобразователь ржавчины цинкарь. Продается в строительных магазинах. Это с цинком и с магнием. То есть покрывается вот это все вот этим преобразователем, оставляется, ничего не смывается. Он преобразуется в грунтовку, в пленку, она уже больше не ржавеет, и на следующий день там никаких следов этой ржавчины не будет. То есть понятно, что это какой-то вот именно неприятный момент, но это не... Просто я еще раз хочу... Да, мы признаем, что это именно из-за дождя, но нас, не знаю, поймете, вы не поймете. Хочу добавить то, что все-таки человек был предупрежден, то что как-то вот дождь идет, да, и вот это вот мы не стали делать. Сейчас увидите, сейчас будет как бы небольшая вставочка, да, со всеми фотографиями, со всеми фотографиями. Даже там будет небольшое видео, то что реально на улице идет дождь. И вот таким ролик, таким образом, этот ролик оказался у известного блогера. Да, у известного блогера. Вот. И еще хочу заметить, да, Сейчас вы увидите. Давайте сейчас сделаем вставочку. Так, ну и вот небольшая, получается, вставочка с комментариями, да, то, что данный ДС я сам пробил по Аукционику, он весь целый, без окрасов. Зачем машину выпускать по вкусной цене? Поэтому решился на осмотр. Ну и второй комментарий. Мол, остался только грязный салон, все остальное, все остальное давно уже устранено. Машина радует. То есть, как видите, да, машиной человек доволен. Далее, значит, начнем с Аукционика. Получается, видите, то, что машина торговалась 5-16-2019 года. Вот она, сама комплектация. Цвет машины, номер кузова, автомобиль 2015 года. Оценка 3,5 балла. Самый аукционный лист. Машина целая, без окрасов. То есть, мелкие какие-то царапины. А1, У1 это небольшая вмятина. Вот левая передняя дверь, передняя правая дверь, заднее правое крыло. Все это было скинуто. Был фотоотчет, фото-видеоотчет. Все, об этом все сказали. Ну и, собственно, вот она сама машина. Самый такой страшный косячок, да, это был вот на переднем бампере. На аукционной фотографии это тоже видно. Вот. Далее, значит, собственно, вот он сам автомобиль. Как видите, машина стоит мокрая. На улице идет дождь. Вот он косячок на бампере. Далее. Смотрите, небольшое видео с замерами толщиномера. То есть, по правой стороне вам покажем. И обратите внимание, сейчас, когда видео начнется, то, что вода по машине, она аж прям течет. То есть, реально идет на улице сильный дождь. Вот видно, да, вода, она прям стекает. Ну, нет смысла все, наверное, показывать, потому что там одно и то же. То есть, автомобиль весь в родной краске. Все об этом знают. Далее, смотрите, фотографии, допустим, подвески, да, автомобиля. Видим то, что пружина, то, что стойка, она идет мокрая. Еще раз повторяюсь, на улице дождь. Вот подкапотное пространство, тоже все мокрое. Низ автомобиля. На пороге вода, стекают капли. Обратите внимание на состояние кузова, да. То есть, кузов, он не ржавый. Гушитель просто блестит, балка блестит. Ржавчина, она отсутствует. Также на автомобиле было треснуто ухо. Не ухо, а повторитель в левом ухе. Все фотографии были скинуты. Вот они, те самые колеса, которые изначально лежали в автомобиле. То есть, мы их не подбирали. Багажное отделение. Все на месте. Ну и, собственно, вот они сами колеса. То есть, вы видите, в каком состоянии эти колеса. Заказчику все это было отправлено. И он принял решение их купить. То есть, мы эти колеса, еще раз повторяемся, не выбирали. Они изначально лежали уже в автомобиле. Ребят, ну на этом все. Следующий ролик о, скажем так, самых популярных седанах выйдет у нас на канале в четверг. На сегодня все. Всем пока. Всем пока. Пока.